Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй и... И ты, и ты! И ты, грязнуля моя маленькая. Сегодня у нас будет обзорчик покупочек с сайта Рандеву. Кто еще не слышал, это сайт парфюмерии и косметики. И там не только парфюмерии и косметика, там я еще купила себе солевую лампу, которую покажу вам. Там же я купила себе очень всяких много прикольных штучек для лица. Ну, в общем, увидите. То есть не только парфюмерии и косметика, точнее, даже я себе из парфюмерии ничего не взяла, потому что у меня много парфюмерии. Но там богатый выбор парфюмерии. В общем, открыла для себя этот сайт, прямо вот для нас, для девочек, где собраны все марки в одном сайте. И можно и подарки, и себе. В общем, все. Сейчас покажу. Первое, что Денечка, конечно, достает. Ну, давай я покажу, что ты достала. И первое, что я купила, это вот такой вот ему гель уже для купания. И была безумно удивлена. У нас хороший гель до этого был, прям для волос и для тела. И прям мне нравилось, как у ребенка бархатистая кожа под ним пенилась, запах, аромат. И я решила вот такой вот взять, новый какой-то попробовать, да. Мне понравилось, что здесь пол-литра, здесь дозатор. Здесь на основе календулы. Гель очищающий для детей, для купания. С экстрактом календулы, сладким миндалем наносится. В общем, мне понравился аромат. Очень такой классный, травяной немножечко. Такой прям приятный, свежий аромат. Прям вот, да, трав. И что мне очень понравилось, что даже в отличие от предыдущих наших купательных средств, просто шикарнейшая кожа. Прям вот реально, его даже не надо смазывать каким-то лосьоном или кремом. Хотя я его и так не смазываю, у него всегда кожа такая бархатистая. Но прям от этого, прям еще бархатистее, мне кажется. Короче, мне очень понравилось вот это средство. И там есть разные литражи. То есть можно маленький взять попробовать. Я сразу взяла большой. Не знаю почему, как-то возникло доверие, решила сразу взять большой и совершенно не пожалела. Так что кто еще ищет что-то для ребенка, для купания, вот это сразу тоже покажу. Взяла себе жидкость для снятия лака. Без ацетона, по-моему. Ой, господи, капает. Дэнь! Это я маску сделала. Блин, вот как раз-таки Дэня сейчас начал крутить и не открыл. Мне очень понравилось, что здесь идет защита от детей на жидкости для снятия лака. И еще она безумно пахнет. Офигенно. Я прям понюхала, когда... Прям вообще вот конфетка какой-то. Сахар, знаете, вот Джон. Делают иногда... А, не-не-не, сладкой батой пахнет. Во, супер, да. Вот, и очень понравилось. Все. На, вот, играй, Дэнь. Здесь вот защита для тебя. Прям играй, заиграйся. И то, что он вытащил и покапал на меня уже, это очередная маска с улиткой, с муцином улитки. Да. Да. Ну что, и сейчас ты будешь капать этим всем. Я уже ее сделала тканевая. Ну, как и все, в общем-то... Да. Муциновые. Да. Как и все, в принципе, маски с муцином улитки. Хорошо увлажняет. Дальше давайте продолжим уже то, что я испробовала себе, что мне очень понравилось. Это вот такое вот новое масло. Я заказала для волос. Как вы знаете, я всегда и не одно. Моё мытье головы не проходит без ухода после мытья головы. То есть, конечно же, я пользуюсь шампунь, бальзам, маски и так далее. Но после того, как я выхожу из душа, я обязательно использую масло какое-то или спрей. Вот, кстати, у них же я заказала спрей Олин, но я его до заказала, поэтому он должен ко мне прийти буквально на днях. Хочу попробовать эту марку. Расскажу вам в Инстаграме, можете спрашивать потом у меня. Потому что Олин у меня красилась подруга их краской для волос. И она такая вроде бережная, какая-то там вот ухаживающая. Я подумала, что спрей тоже будет хорош. Так что спрей скоро придёт. И масло Чи. Я думаю, правильно оно читается Чи. Масло Органы. Знаете, оно прекрасное, то есть всё супер. Я прям его хорошо нанесла на свои волосики. Вот видите, они у меня блестят. Это как раз-таки мытьё было вот с ним. И ни одно моё мытьё без несмываемого масла не проходит. Я решила попробовать новое масло. И вот я люблю... У меня до этого были Шварцком парфюмированные масла, да? Они очень такие прям запах. У них прям и духи не нужно использовать. Здесь мягкий аромат. Вот кто не любит сильный аромат, здесь тоже есть очень приятный аромат. Но он более такой мягкий, утончённый. Я даже, мне кажется, и больше мне нравится вот этот. Но ещё мне, конечно, понравилась именно упаковочка. Такой чёрный, стильный. Он будет хорошо смотреться на полочке у меня. Вот. Такое масло, значит, я взяла. Из косметики, что я решила взять ещё, это вот такой вот пигмент, набор пигментов. Тени. Здесь их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять штук. Выполнены они вот так вот. То есть, вот такие. Они склеенные между собой. И здесь вот оттенки. Я не знаю, увидите вы или нет. То есть, можно выбрать любой оттенок. Можно выбрать любой оттенок. И просто вот так вот открыть аккуратненько, да? Главное, чтобы не верх ногами мы держали всё это. Вот так вот открыть. Ну, к примеру, да? И вот. И вот такой вот пигмент. Так, я не знаю, как вам показать эти пигменты. Наверное, я просто нанесу немножечко маслица сюда на ручку. Да, вот так вот. Чтобы просто оно прилипалось. Я не знаю, я знаю, что есть специальные такие. Вот сейчас вот так вот нанесу. Хотя оно быстро впитывается. Это фаберлик маслица. Да. И вот сейчас я вам нанесу пальчиками вот так несколько, и вы увидите. В общем, всё. У нас прям вообще масло отличное. Вот, наверное, его я и буду использовать. Сейчас я вам покажу. Вот такие вот пигменты. Очень красивые, яркие, насыщенные. И думаю, теперь можно делать много разных красивых макияжей. Фирма, я не знаю, как это называется, 9Pandere. Ну, вот, в общем, сами прочитайте. Потому что я не знаю, как правильно читается, не хочу неправильно называть. Купила себе лак, потому что почему-то в последнее время, вот, Холика-Холика лак. В последнее время я ногти сейчас свои не делаю, привожу их в порядок. И им нужно как раз-таки, вы знаете, постоянно красить чем-то. Я решила взять укрепляющий такой лак. В общем, укрепляющее средство. И я буду прям каждый день наносить, наносить, наносить. Почему-то удивлена, что у меня нет вообще укрепляющего средства. Дальше, что я пробовала, это матовые помады. Матовые помады. Так, подожди, у меня что-то еще было, Холика-Холика. Наверняка вам сейчас интересно, какая на мне помада. На мне сейчас помада от фирмы Sleek. Мат-Ми. Красная матовая помада. Но, девочки, скажу, что она мне не очень нравится, потому что, на самом деле, я сейчас чувствую, как стянуло мои губы. Это, ну, это не самый, может быть, и неприятный момент. Но она очень неудобно наносится. Она очень быстро засыхает. Да, она такая пигментированная, красивый цвет. Но она очень быстро засыхает. И, допустим, с первого нанесения неравномерный этот матовый цвет вот так ложится. То есть, вот, не хватает мне. Чуть-чуть помедленнее бы он засыхал. Или более как-то легко накладывался. Ну, в общем, я с ним, честно говоря, помучалась, чтобы накрасить вот такие губы. И то, мне кажется, что в жизни они не так даже красиво смотрятся, как на видео. Есть свои неровности. Тяжело. Но я заказала две такие помады. И мы еще проверим в конце вот такую вот. То есть, когда я уже начну стирать губы, я все сейчас покажу вам. Мы проверим вот такой цвет. Мне очень понравился. Он такой, знаете, припудренный, опять же, розовый. Розово-сиреневый припудренный цвет. Мне очень нравятся такие. Поэтому вот в слик я заказала. Значит, красный мы уже с вами попробовали. Дальше я заказала матовые помады, которые мне очень понравились. Это уже... Это уже Эвелин. Да, причем вначале мне показалось, что они не стойкие. То есть, вот эта стойкая матовая помада, она не оставляет следов конкретно. То есть, она въелась и все. Это мне сначала показалось, что оставляют. Но вот здесь вот как раз-таки нужно подождать, пока высохнет. Кстати, номер у слик вот этот вот у меня 1038. И мне очень понравились вот эти Эвелин, да. Они прям хорошо наносятся. Вот прям вот как я люблю, да. Как суфле. Потом они высыхают. И на самом деле они достаточно стойкие. Да, то есть не настолько стойкая, как эта, но стойкие. И еще я взяла тоже припудренный цвет, похожий, но чуть более такой еще в беш, наверное, идет. От Vivienne Sabo. И тоже им очень-очень довольна. Номер 210. Но мы сегодня все накрасим это, и вы увидите. Так, вот эти три помады. Эвелин, Vivienne Sabo и слик мы накрасим. Еще я взяла попробовать два новых корректора. Консилеры. Это от Vivienne Sabo. И второй от Holika Holika. И на самом деле вот даже здесь я уже вижу, что Holika Holika, мне кажется, просто бесподобный будет цвет. Я его еще не успела попробовать. Но сейчас вот на руке попробую и скажу вам. Потому что у меня, по-моему, Мюслин был похожий. Цвет, знаете, вот прям вот натур-натур под кожу. Без краснинок, без арежевинок всяких непонятных. Так, по-моему, для меня он темноватый. Я долго выбирала цвет, но немножечко темноватый. Вот, если вы видите, да, отличаются от моего. Но ничего, это будет под загорелую кожу. Цвет этот 003. Второй консилер у меня от Vivienne Sabo в номере 02. Консилеры Vivienne Sabo в номере 02 оказались немного желтоватые. Вот этим, конечно, и некомфортно заказывать с интернета, когда ты не знаешь заведомо свой номер. Но, что хорошо, там можно заказать то, что ты уже знаешь. Потому что там представлено очень-очень много марок. Я думаю, что кому-то из моих подруг подойдут эти консилеры. Итак, продолжаем наши покупочки с сайта Rendezvous. Заказала вот такой вот лайфхак-штучку. Это для того, чтобы делать стрелки. Я на самом деле не профи. Стрелки у меня все время не получается делать. Я знаю, что делают девчонки там и вилкой, и ложкой, и разными вещами. Но здесь есть вот такая специальная штучка. Я решила ее взять и попробовать. И думаю, снять это в отдельном видео. Потому что, мне кажется, это будет очень весело. И, возможно, это будет дело не одной-двух минут. В общем, вместе с вами поэкспериментируем. Тут зеркальцем силиконовая такая штучка интересная. В общем, это оставлю для отдельного видео. Также я взяла себе краску ST для бровей в цвете графит, по-моему. Потому что моя уже не свежая краска. И пора уже ее было обновить. Вот. Only Looks написано. Сейчас я вам скажу. Краска для бровей и ресниц. Цвет. Тон графит, да. Так что мы вместе тоже покрасим с вами где-нибудь во влоге, наверное. Потому что у меня отдельных видео с окраской бровей есть. Мне пора уже их немножечко... А, у меня же... Я же на татуаж записалась, на коррекцию. Да, тогда не будем красить. Потом, короче. Ну, в общем, краску я взяла. Да, я совсем забыла, что у меня коррекция. Вот. Я подкрашиваю. Даже при том, что у меня татуаж в бровей, я подкрашиваю свои брови всегда красочкой немного. Осталось то, что я взяла себе, наконец-таки, визитницу. Нормальную кожаную классную визитницу. У них есть раздел от подарки. Там есть кожаные изделия. Женские, мужские. Можно взять визитницы, кошельки. Что-то классненькое. И я взяла себе Сергио Белотти фирма. Кожа прям здесь вообще. Даже вот коробочка кожаная. Очень так красиво все. Здесь внутри кожа 100%. Вот. Нам тут показывает. С другой стороны тоже. Все серьезно. Открываем. Здесь у нас визитница. Вот такая вот розовая. Красиво все. Все сделано очень качественно. Я уже оценила, посмотрела. Вот. Здесь идут, вы знаете как, здесь вот такие вот. Листики, они идут с одной стороны. Как бы не с двух сторон засовывать. Раз там и два. А с одной стороны. И сейчас я подумала, блин, можно было сделать с двух сторон. Тем более здесь есть две кнопочки. То есть если он сильно будет толстый уже, да, можно сделать на крайнюю. И то есть хорошо у толщицы, да. И думаю, почему не сделали. Но можно же сделать с двух сторон. Две карточки положить спиной друг к другу. И засунуть в одну такую. Так как я здесь сделала все качественно, вот так вот. Я думаю, что все будет замечательно. То есть мне прям очень нравится. Естественно, розовый цвет. Все супер-пупер. И вообще нужно мне карточки перебрать. И вообще вот оставить самые такие важные. Засунуть их сюда. А остальные скачать приложение. И все туда. Но просто на это нужно время. Поэтому пока никак. Безумно довольна своим этим приобретением. Также я взяла профессиональные ножницы для ребенка. Для того, чтобы его подстричь. Они такие маленькие, аккуратненькие, недорогие. Кстати, я взяла какой-то средний, по-моему, цены. А там есть цена от и до. Вот сразу они такие мягенькие. Ну, то есть я бывает его стригу машинкой. Вот я думаю, немножечко ножницами небольшими такими стричь. А вот такими аккуратненькими, профессиональными. Вот такие, значит, ножницы у меня. Крутые теперь есть для малыша моего. И вот такая кисточка для окрашивания волос. У меня кисточка есть одна, которую я брала в фикс-прайсе. Но она безумно путает волосы. Она прям цепляется. Поэтому я никогда ей не красила. И, возможно, хорошей кисточкой, мягенькой, да, и тоже розовенькой, да, будет все хорошо вот как бы краситься. Ну, я прям уже чувствую. Там просто кисточка, она такая, какой-то ворс, вот сама кисть, она сделана непонятно из чего. И она на кончике хватает волосы и начинает их как бы рвать и путать, и цепляться. Вот. А здесь достаточно мягко, я просто уже вижу, что не будет цепляться. Вот такая фирма Фарамар. И все. Вроде бы и все. А, какой все. Еще я вам обещала, в инстаграме выкладывала, как красиво теперь смотрится. У меня ночная лампа. Да. Ночная лампа из соли. Сначала я увидела, конечно, ее дизайн, только я думаю, вау, красота. Хочу себе такую ночную лампу, она очень тяжелая. А потом прочитала, что она из соли. А я помню, что как-то даже хотела открыть франшизу, были у меня мысли. Знаете, такие солевые комнаты есть, и они очень полезные. И там находиться нужно 10-15 минут, и заменяют сколько-то там нахождения дней на море. А тут у нас может быть своя солевая лампа такая, да, солевой ночник дома, и делает тоже такой эффект. Ну, понятно, что солевая комната и солевой ночник – это разный поток соли. Но я думаю, что если она будет постоянно стоять, и на ночь мы ее будем включать, я думаю, что это только полезно будет. Ну, и это очень красиво. Мне даже в инстаграм выкладывала я фото. Это свет такой красивый от ночника. И девочки, которые уже увидели, начали мне многие писать, что у них тоже есть такие лампы. Даже скидывали мне фотографии. Там разные формы есть красивые такие. Есть поменьше, я вот взяла побольше. Есть поменьше немного. Разные формы. И вот одна девушка, она даже сказала, что у нее ребенок вообще, вот они не болели, что ли. Она говорит, не знаю, с чем это связано, с этой лампой, или, может быть, с чем-то другим. Но, говорит, мы не болели ни разу, там, за зиму, по-моему. Вот. Я сразу обрадовалась такая, думаю, очень круто. Но дизайнерски она просто крутая, реально крутая. Не знаю, как вам передать. Кусок вот такой соли. Очень красиво. Ну вот, включу, покажу сейчас вам. Мне очень нравится. В общем-то, все мои покупочки с сайта Рандеву реально для себя его открыла. Очень много парфюмерии, очень много разной косметики, очень много разных фирм. Также под видео я оставлю промо-код, по которому вы сможете получить скидку. Оставлю ссылку на этот сайт, так что вы можете пройти и посмотреть что-то себе интересное. Может быть, кто-то уже и знает про этот сайт, но я вот о нем не знала и делюсь также и с вами. Дыня, хватит кидаться. Я же должна была вам матовые помады показать, как они на мне смотрятся. Сейчас покажу. Помады Эвелин с безумно приятным ароматом. Сейчас на мне номер 418. Вторая помада Эвелин в номере 417. Вот такой красивый цвет тоже. В общем, очень натуральных два цвета. Очень мне нравится. Следующая помада Вивьен Сабо в номере 210. Идеально наносится, приятный аромат. Тоже можно губы до того, как они подсохли, вообще распределить равномерно и так соединить. Никаких следов, ничего такого плохого не остается. Очень натуральный цвет. Как раз таки вот лето, весна. Красивый цвет. Все, сейчас попробуем Слик светлый. Итак, последняя помада у нас Слик в номере 036. Могу сказать, что в отличие от красной наносится намного проще, легче. Пока что не стягивает мои губы и вроде бы нет такого. Вот я как-то заказывала другие матовые помады и тоже были отличия. Вот прям светлые и темные. Но там наоборот темные были лучше и комфортнее в использовании. А здесь наоборот получается светлый, более такой приятный и легкий. Не знаю, с чем это связано. В общем, вот Слик мат ми. Все, мои хорошие, я вам все показала. Надеюсь, мое видео было полезным, интересным. Все ссылочки внизу. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok